Добрый день, в эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях политический обозреватель, депутат 7-го созыва Национального собрания Республики Армения Арман Абовян. Никто вместо нас не будет защищать нашу землю, территорию. Никто абсолютно, ни американцы, ни русские, ни французы, никто вместо нас. Вместе с нами, естественно, учитывая союзнические отношения как минимум до юра, это опять-таки так называемый восточный блок. Те, которые разгоняют антироссийские настроения, они считают армянский народ манипулируемым элементом. Отвечу по-армянски, галюхнер пато вентадес. Армяне народ умный, мудрый и, уверяю вас, очень хорошо понимают, что происходит. Вообще, само выражение или сама концепция, которую вкинули, раковая опухоль, вот этой концепции, которую вкинули в армянское общество о том, что давайте отдадим арцах и заживем хорошо, она настолько аморальна, настолько глупа, насколько же цинична и идиотична, по сути. Потому что арцах, есть две причины, он является важнейшим, если не самым важным элементом безопасности, концепции безопасности республики Армения. Власти республики Армения заняты постоянным оправданием своих провалов, которые привели фактически к осязаемой угрозе потери государственности. Осязаемой. Но, о чем Алва Сану мне говорит? Говорят, что виноваты все, кругом, кроме них. Добрый день, Арман Владимирович. Спасибо, что приняли приглашение, пришли в нашу студию. — Арман Владимирович, вот недавно состоялся визит Лаврова в Азербайджан, где его достаточно тепло приняли, после этого были заявления. И после его отъезда последовала провокация Азербайджана, когда погибли в Арцахе трое армянских военнослужащих. На ваш взгляд, какой политический месседж вложил Азербайджан именно в связи с визитом Лаврова и последующими такими действиями? — Спасибо за приглашение. Всегда приятно в вашей студии беседовать на эти темы. Смотрите, небольшая поправка. Погибли трое полицейских, сотрудники паспортно-визовой службы Республики Арцах. Почему обязательно важно указывать на это? По одной простой причине. Номинальная причина диверсионной атаки против Республики Арцах, которую совершил турецко-азербайджанский тандем, я не оговорился именно турецко-азербайджанский тандем, составила как раз в том, чтобы показать, якобы Армения ведет какие-то ротационные процедуры, связанные с армией. То есть это были полицейские, это нужно обязательно указывать. Причем полицейские неоперативного блока, люди, которые выдавали паспорта, свидетельства о рождении. То есть совершенно мирные, по большому счету, люди. Другое дело, что мы знаем, что Арцах оккупирован, и любые передвижения, они несут себе риски. Теперь, что касается визита министра Лаврова, то, естественно, не нужно обольщаться на то, как приняли, тепло приняли, не тепло приняли. Я бы на это не акцентировал внимание. Я бы акцентировал внимание на то, что между Россией и Азербайджаном есть принципиальные разногласия по поводу дальнейшей судьбы пребывания России на территории Южного Кавказа или Закавказья, в частности, в республике Арцах. Мы знаем, что Азербайджан делает все, чтобы дискредитировать русских в Арцахе, их деятельность. И в то же самое время, если мы рассматриваем вопрос в контексте визита Лаврова, то мы должны указывать, на мой взгляд, на следующий фактор о том, что Россия категорически против выступила, скажем, денонсации по факту, фактической денонсации договоренности от 9 ноября 2020 года, где было очень четко указано, что Лачинский коридор не может быть в той или иной степени контролируемым Тулеско-азербайджанскими войсками. И именно поэтому в Баку Лавров выступил против размещения контрольно-пропускных пунктов. Что хотел сказать Азербайджан? Давайте изначально поймем, что Азербайджан не является полностью независимым игроком, а является фактически исполнителем воли своего сюзерена Турции. А если более глобальнее, то так называемого трансатлантического вектора. Давайте не будем забывать, что основа основ фундамента азербайджанской экономики это британские, американские, европейские вложения, то есть инвестиции в нефтегазовый сектор. Сейчас эти инвестиции более углубляются в сторону транспортировки энергоресурса в обход российско-иранских зон влияния. И рассматривать действия Азербайджана исключительно в контексте решения Азербайджана неправильно. Это было солидарное решение тех сил, речь идет о эскалации в Арцахе, для которых принципиально важно держать регион напряжения и постоянно генерировать определенные риски. Как бы нам этого хотелось или нет, но в международной политике, вообще в политике, есть такое понимание, оно называется реал-политик, то есть настоящая политика. И вот согласно канонам реал-политик, идет разделение между Востоком и Западом, формируются новые геополитические границы. К сожалению, нынешняя власть армянская сделала все, чтобы перенести именно на армянские территории это противостояние. То есть тут нужно выходить из, чтобы понять ситуацию, из категорий прорусский, проамериканский, проевропейский. Нужно, в первую очередь, быть проармянскими, чтобы понять, что, например, кому выгодно уничтожение армянского этнополитического фактора в регионе, то бишь республики Арцах и республики Армения. Вот кому выгодно чисто финансово, физически, геополитически, естественно, Турцию, Азербайджану, Израилю, условному Западу. Почему? Потому что тем самым сужается ареал влияния тех центров силы, которые, условно, Запад воспринимает как враждебные. И наоборот, кому нужно, чтобы физически существовало Армения и Арцах? Естественно, это Иран, естественно, это Россия. По одной простой причине. Дело не в том, что они нас очень сильно любят или нет. Нет в политике категории любви. Там есть категория целесообразности. Исходя из политических, геополитических рисков, которые Иран и Россия видят, им выгодно, чтобы мы были. Но вот другое дело, в каких границах? А это уже наше дело. По одной простой причине. Никто вместо нас не будет защищать нашу землю, территорию. Никто абсолютно. Ни американцы, ни русские, ни французы. Никто. Вместо нас. Вместе с нами, естественно, учитывая союзнические отношения, как минимум, до юра. Это, опять-таки, так называемый Восточный Блок. Но ситуация, которая сегодня сложилась, она априори показывает очень нехорошие реалии. В плане того, что мы сейчас, мы, я не имею в виду нас, вас, наших уважаемых телезрителей, мы сейчас не можем сформулировать или не хотим сформулировать. Республика Армения, как политический конгломерат. Что мы хотим? Чего мы хотим? Если, вот в общем смысле, да, когда говорят, а мы хотим мира. Значит, спешу разочаровать, хотеть мира еще не значит добиться мира. А в условиях тотального демонтажа международной правовой основы обеспечения безопасности, да, глобально в мировом масштабе, ее сейчас не существует. Гарантами безопасности страны, в первую очередь, являются вооруженные силы этой страны. И условия, которые приведут к тому, что население этой страны, любой, не только к Армении, это относится, готовы защищать свою землю, территорию, родину, ладно, вот так скажем. Все остальные потуги, ложь, цинизм, да, вокруг которого крутится концепция мирной эпохи, так называемая, она неизбежно привела, приводит и, к сожалению, будет приводить к еще более большим человеческим территориальным потерям. По одной простой причине. Будущее не формируется криками «будущее есть АПГК», а будущее формируется очень четкой, прагматичной политикой по сопротивлению, уничтожению. Если ты не сопротивляешься уничтожению, если ты говоришь о том, что вот, мировое сообщество нам обеспечит безопасность, то ты как минимум в смешонных жалоб, да. Это не относится к кому-то лично, это общее представление концептуальное. И да, чем больше ты будешь говорить о мире, не предпринимая шагов и не готовясь к эскалации, а то, что происходит в стране, это на самом деле так, то ты неизбежно получишь войну, расчленение, уничтожение и так далее. Это аксиома, не мы это решали, не мы это придумали. Это так, вот образно выражаюсь. Арман Владимирович, вот после этого инцидента началась новая антироссийская волна, когда российских миротворцев вновь объявили в том, что они не справляются с возложенными на них функциями. Это же звучит в связи с ситуацией вокруг Лачинского коридора. При этом недавно вот Серж Сарксян заявил о том, что Россия как раз является самым надежным партнером для Армении. Как вы оцените эту ситуацию? Я еще раз подчеркну два очень важных фактора. Мы должны понимать, кому выгодно ослабление Ирано-российского, я не зря говорю Ирано-российского, для они в регионе. В первую очередь, как миньоны-исполнители более, скажем, западного вектора силы, это, естественно, выгодно Турции и Азербайджану. Зачем им это выгодно? Потому что российское присутствие в Армении является компонентом безопасности. Хорошим, плохим, знаете, зачастую, может быть, не так быстро реагирующим на те или иные вызовы, но, тем не менее, он является краеугольным камнем так называемого зонтика безопасности. Кто хочет нас лишить зонтика безопасности? Кто? Зачем? Зачем? Вот давайте будем этот вопрос задавать. Да, по одной простой причине, пока у тебя есть зонтик безопасности, то, видя как минимум совпадение интересов тех стран, которых ты считаешь союзниками, в данном случае Россия, то тем сложнее тебя будет поглотить. Я не буду сейчас делать какие-то отсылки на тех наших сограждан, которых обманули, которых запутали, которых цинично используют в плане генерирования антинастроения, антироссийских в данном случае. Но нужно понимать одно. Вот как мы сказали в начале нашей передачи, кому выгодно, чтобы мы были физически? Не потому, что нас любят, а потому, что наше отсутствие либо уничтожение будет уже угрожать их национальным интересам. Это русские и иранцы. Все, делайте выводы. Остальные все легенды, сказки про то, что кто-то придет, нас спасет. Никто не придет и не спасет. Запомните раз и навсегда. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, если мы не хотим. А что касается антироссийской истерии, я еще раз повторюсь. Есть вопросы к России? Безусловно, есть. Нужно эти вопросы решать? Безусловно, нужно. На том и союзники. Не делать шаги, которые продиктованы внешними игроками. И эти шаги неизбежно приведут к очень печальным последствиям. Я очень так мягко пытаюсь выразиться. Еще раз повторюсь. Уважаемые телезрители, пожалуйста, прежде чем делать какие-то выводы, я понимаю, кому-то что-то может нравиться, кому-то что-то может не нравиться. Но геополитика – это некрасивая девушка, что кому-то там понравилось. Это очень прагматичная наука, цепь событий. И нужно просто очень четко понимать, зачем это нужно кому-то. Когда ты понимаешь это, все становится на свои места. Почему русским как минимум выгодно, чтобы сохранился Арцах и Армения в тех границах, в которых как минимум сейчас она есть? Почему им выгодно? Это по одной простой причине. Если нас не будет, то после нестабильности перекидывается на российский Северный Кавказ. Оттуда через Каспий, по двум линиям, Средняя Азия взорвется. Уже вот эти 17 тысяч километров российско-среднеазиатской границы, они будут практически под контролем враждебных той же России и сил. Так называемый пантуранского проекта. А что касается нагнетания антироссийских настроений, вы представляете идиотизм ситуации, когда не обвиняют турок в том, что они нас убивают, а обвиняют русских в том, что нас убивает турок, и русский почему-то не впрягается. Так ты впрягайся, так ты защищайся. То есть, те, которые разгоняют антироссийские настроения, они считают армянский народ манипулируемым элементом. Отвечу по-армянски. Армяне народ умный, мудрый и, уверяю вас, очень хорошо понимают, что происходит. А то, что разгоняются антироссийские настроения, не разгоняются, это естественный процесс, на это тоже не нужно обижаться. Идет геополитическая борьба. Два вектора. Западный и восточный. Кстати, восточный вектор не только Россия. Россия, Китай, Иран, крупные игроки. И в данном случае вот этим крупным игрокам выгодно, чтобы не формировался, ну и еще раз скажу, как минимум пантуранский пояс. А мы с какой-то завидным постоянством разбегаемся и бьемся головой об стенку, думая, что этим самым мы кому-то что-то там показываем, либо доказываем. Еще раз говорю, есть вопросы к России? Есть. Как их нужно решать? Естественно, сидеть и обсуждать. А не поддаваться на протурецкие провокации, протурецкие, именно протурецкие, ослабляясь позицию своей страны. Вот в связи с латинской ситуацией недавно состоялись встречи, переговоры азербайджанской стороны с руководством Арцаха, после чего последовали угрозы, что если Арцах не согласится интегрироваться в состав Азербайджана, то последуют более жесткие шаги и меры. То есть Азербайджан угрожает новой войной? Война не закончилась. У Азербайджана стоит задача. Давайте будем говорить нам напрямую, что такое интеграция? Это уничтожение. Уничтожение населения республики Арцах и уничтожение республики Арцах. Это однозначно. Об этом не мы говорим, а об этом говорит руководство Азербайджана. Если кому-то, если кто-то надеется, что Арцахом это все закончится, то спешу разочаровать. Вообще само выражение или сама концепция, которую вкинули, раковая опухоль, вот этой концепции, которую вкинули в армянское общество о том, что давайте отдадим Арцах и заживем хорошо, она настолько аморальна, настолько глупа, насколько же цинична и идиотична по сути. Потому что Арцах есть две причины. Он является важнейшим, если не самым важным элементом концепции безопасности республики Армения. Это первое и второе. А почему, казалось бы, сразу после войны Азербайджан моментально оккупировал территорию республики Армения и сейчас выставляет претензии на всю территорию республики Армения? То есть бродячий кочевой турецкий элемент, который появился несколько тому назад у нас в регионе, сегодня оставляет за собой право раздевать свое поганое хайло на нашу страну, на нашу родину, как раздевали на Нахчеван. Кстати, Нахчеван — это очень ярчайший образчик интеграции. Посмотрите, что с Нахчеваном произошло. В 1915 году тоже, в 1915 году, турки очень активно нас интегрировали. Полтора миллиона человек перебили. Вот примерный план интеграции. О чем говорят? А то, что Азербайджан, что он готовится? Он готовится к новой эскалации, естественно. А почему они должны тормозить? Если мы живем в состоянии политического идиотизма, когда Турция и Азербайджан готовятся к войне, а мы готовимся к миру. Вот разницу, да, мы должны понимать. Когда Турция и Азербайджан с утра до вечера нам не то что угрожают, убивают нас, а мы кроме жалоб на бумажки международному сообществу ничего не пишем. Скажу вам больше, буквально на днях в Баку был специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Клар и представитель государственного департамента, опять-таки, по Южному Кавказу Луис Бона. То есть все те, да, новые спасители, прикичьи. И оба очень активно постарались не заместить ту диверсию, в отличие от российских сторон. А потому что говорить же не будут, чтобы первые, именно русские, указали на то, кто стрелял, зачем стрелял, кто виноват, да. И скажу вам больше, когда тем же американцам или европейцам задаешь вопрос, говоришь, ребят, что с ума сошли, нас убивают, может, санкции какие-нибудь вводите? Нам говорят, вы что, вы с ума сошли, какие санкции? Нет. Это при условии, когда Запад условно готов ввести санкции против Грузии только за то, что они водометами людей разгоняли. И еще раз повторюсь, не нужно обижаться, либо ввести антиамериканскую, антиевропейскую, либо антироссийскую пропаганду. Нужно четко понимать, почему это происходит, почему американцы говорят, что мы пришли, мы хотим, чтобы был мир между Арменией и Азербайджаном. Причем говорится о том, что у Азербайджана есть это понимание, у Армении есть какие-то обязательства. О чем речь? О чем мы вообще говорим? И да, политика власти Республики Армения привела к той ситуации, при которой мы фактически оказались не только физически безоружными, а оказались еще и внутренне безоружными, когда нас начали просто перемалывать ментально, черная выдавая за белая, врага выдавая за союзника, а союзника за врага. Когда нам говорят, что наша сила – это наша слабость, то есть расслабьтесь и получите удовольствие, когда вас будут вырезать. А вот международное сообщество, очень смешной, кстати, пример приведу, к сожалению, смех сквозь слезы, когда говорят, вот, нам нужны международные гарантии безопасности, или все документы должны быть подписаны между Арменией и Азербайджаном под международные гарантии. Вы что, с ума сошли? Международное сообщество так вами любимое, оно свою безопасность сейчас гарантировать не будет, оно приедет сюда и будет гарантировать нам безопасность. Это политологический нонсенс просто, понимаете? Но понятно, что обычным людям об этом не говорят, обычным людям дают уже четко сформированные матрицы, кто враг, кто не враг, кто виноват, кто не виноват. Вот власти Республики Армения заняты постоянным оправданием своих провалов, которые привели фактически к осязаемой угрозе потери государственности. Осязаемой. Но о чем в основном мне говорят? Говорят, что виноваты все, кругом кроме них. Природа, катаклизмы, черные, белые какие-то виноваты, бывшие. Русских назначили виноватыми. Завтра, когда вот этот русский тренд пройдет, назначат кого-нибудь другого виноватым. Иранцев, может быть, французов, не знаю. Вот этот нескончаемый политологический идиотизм отражается на нас кровью наших детей. Пока мы это не поймем, мы, к сожалению, будем продолжать катиться в сторону очень нехороших процессов. А вот присутствие миссии ЕС в Армении – это положительное явление или, наоборот, только может как-то помешать? Честно? А я не знаю. А вы знаете, зачем миссия здесь? Отказали от ЭКБ, а приняли европейцев. Нет, смотрите, давайте будем исходить из следующей логики. Значит, миссия здесь, чтобы, согласно заявлению власти Армении, предотвратить провокацию Азербайджану. Правильно? Проводить мониторинг. Проводить мониторинг. Что, миссия не знает, что оккупированы территории Республики Армения? Вернее, страны, которых представлены миссией, не знают. Знают, масса резолюций уже есть. Кстати, нас с резолюциями так любят, вот эти представители миссии. Есть. Второе. Если миссия зафиксировала уже де-факто, что оккупированы территории Республики Армения, почему не предпринимаются никакие санкционные действия в сторону Азербайджана? Скажу больше. Европейский чиновник Жозеф Боррель, один из главных чиновников, Европейского Союза, либо Урсула фон дер Лайнин, заявляют, что ни в коем случае, ни при каком раскладе, они не будут вводить санкции против Азербайджана. Ладно, миссия пришла наблюдать. Что они будут наблюдать? Ну, наблюдают они дальше, что любое действие, оно должно иметь результат. Если результат миссии, согласно заявленным Республикой Армении, да, целью является предотвращение эскалации, то миссия, я вас уверяю, она функционально не выполняет, ей не нужно этого делать, то есть нигде это не написано. Скажу вам больше, в европейских документах о деятельности миссии написано, что миссия должна способствовать с наложением диалога между Арменией и Азербайджаном. Вы что, с ума сошли все-то? То есть нам власти говорят одно, на самом деле задачи перед миссией совсем другие стоят. И вообще, в чем функционал, смысл в чем? Наблюдать, и мы наблюдаем, или? Мы тоже наблюдаем. Зачем? Другое дело, что миссию нужно рассматривать в контексте геополитической борьбы, которая идет в регионе между, еще раз говорю, Запад и Восток. Появление миссии в регионе у нас в стране, оно, естественно, вызвало отторжение у русских и у иранцев. Лучше прекрасно понимать, задача миссии – это не защита Армении, ей абсолютно все равно. Потому что если была защита, уже были предприняты определенные шаги. У них задача держать под контролем, скажем, русский и иранский вектор. А вот зачем? Это уже совсем другая история. Вот канцлер Германии, Шольц, заявил о необходимости признания права Арцаха на самоопределение. Почему Европа не признает Арцах? То есть этими призывами они… Смотрите, я сейчас не буду обвинять европейцев. Я даже не буду никого сейчас обвинять. Я всего лишь хочу констатировать следующее. Любые заявления того или иного европейского лидера, они очень четко выверены и преследуют цели, которые выгодны тем же европейцам. Либо стороне, которая эти заявления делает. Я рассматриваю все-таки это в контексте уже внутри трансатлантической борьбы между влиянием. Это не борьба, это, скорее всего, соперничество. Кто будет круче, американцы или европейцы на Южном Кавказе? Мы знаем, что французы активизировались, немцы активизировались. Но тот экстаз, в который впало армянское общество. Вот Шольц сказал что-то. Ввиду вас в курсе дела, текст с заявлением уже удален с официального сайта немецкого правительства. То есть здесь идет определенная игра, и Арцах должен иметь право на самоопределение. Это очень правильные, важные, нужные слова, но они элементы игры. Другое дело, что армянские власти не могут использовать эти элементы игры. Скажу вам больше. А вы слышали хоть одну ссылку со стороны официальных армянских властей на самоопределение Арцаха? Даже после заявления Шольца? То есть получается, Шольц больше армянин, чем Энти, да? Тут гадалки не ходи. Происходят определенные процессы, и мы в этих процессах исключительно как наблюдатели. То есть мы открыли дверь нашей квартиры, да? Вот так образно, вража. Запустили бандита, вора, насильника, ублюдка, убийцу к себе в квартиру. Запустили соседей разных, которые друг с другом не разговаривают, враждуют. У нас в спальне, на кухне, в зале, на балконе идет драка, а мы стоим в коридоре. Да, и причем двое из тех соседей, которые дерутся, грозятся нас выгнать из квартиры, а мы пытаемся апеллировать другим соседям, которые друг другу морду бьют, да? Что вот, ребята, нас тоже защитите, пусть нас из квартиры не выгонят. То есть вот она ситуация. Кто бы как бы не представлял, вот она. Вот эти подвижки, некоторые в армяно-турецких отношениях, когда... Подвижки? Ну, Армения послала гуманитарную помощь Турции, потом туда поехал Арарат Мирзоян. То есть вот эти вот шаги с армянской стороны, насколько они были оправданы, необходимы. Смотрите, что касается гуманитарной составляющей, я воздержусь от оценок гуманитарной составляющей. Другое дело, какой окрас придается этим действиям. Что касается армяно-турецких отношений, то... Послали спасателей. Смотрите, еще раз говорю, гуманитарные вопросы я не обсуждаю по одной простой причине. Для меня такого рода, да, круг этих вопросов, он ограничивается исключительно человеческими. Март-Каин, да, категории. Другое дело, что вот послание этих спасателей, там, не знаю, гуманитарные грузы, да, это все представлялось нам, как вот мы сейчас отправим, мы же должны помочь, там. И турки вдруг, там, перестанут нас ненавидеть. Нет, ребята, не перестанут. Скажу вам больше, работа армянских спасателей, которые спасали женщин и детей, она не может быть предметом обсуждения. Может быть предметом обсуждения реакция власти и страны. Потому что, кроме того, что были высказаны слова благодарности, об этом тоже надо говорить, но основная медиа-часть турецкого политического медиа-круга, она концентрировалась на помощи, скажем, Азербайджана и так далее. И тому подобное, скажу вам больше, именно турецкие спецслужбы начали фейки распространять за то, что якобы армянские спасатели мародерничали. То есть, вот оно, настоящее, реальное отношение к нам. На бытовом уровне у армянина с турком, по большому счету, проблем нет. На бытовом. Проблема есть на государственном уровне, когда уничтожение армяна, армянского этнополитического фактора, является концептуальным краеугольным камнем турецкой или тюркской, тюркской, азербайджанской, как хотите, политики. Все. Посылайте вы туда спасателей. Спасателей. Не посылайте туда спасателей. Министр может каждую неделю туда летать. Его примут, чай дадут, хорошие слова скажут и так далее. Но это не меняет, потому что концепция создания государства, существования турецкого государства, она предусматривает создание так называемой зоны, либо зон максимального благоприятствования для расширения Турции. А в этих планах мы являемся чуждым элементом, который должен быть либо уничтожен, либо нивелирован. Вот он, весь вопрос. Я бы не концентрировался, знаете, именно на факте посылания спасателей туда. Да, не в этом дело, дело не в спасателях. Дело в контексте, зачем это делается, как это делается, как это преподносится армянскими властями, как это воспринимается турками. И вот взаимоотношения Азербайджана с Ираном в последнее время были напряженные ситуации. И Иран буквально вчера заявил о недопустимости вхождения... О хождении израильских. Израильских, да, в регионе Израиля. И мы все понимаем, что Израиль может находиться в регионе только через Азербайджан. То есть, вот это противостояние, куда может дойти, до какой точки, на ваш взгляд? Иран. Ладно. Азербайджан является базой подскока для Израиля. Азербайджан должен Израилю. Потому что Израиль вооружал, по дипломатическому прикрытию обеспечивал оружием, всем чем угодно, для введения 44-го вменной войны. То есть, это не расхваленные байрактары. Это реально израильское оружие очень серьезно работало, и оно сыграло ключевую роль. Одну из ключевых ролей. Да, у Израиля есть концепция отодвигания от своих границ условной угрозы. То есть, чем дальше будет эскалация с врагами, тем лучше ей. И да, Азербайджан, он марионетка Израиля. Иран это понимает. Иран это просчитывает. Иран это видит. И, конечно, Азербайджан, еще раз повторюсь, нельзя его рассматривать исключительно как независимого игрока. Не существует такого. Да, в какой-то момент эта эскалация может привести к иранно-азербайджанскому столкновению. Но тут очень важный вопрос. Смотрите, наиболее вероятная зона столкновения Ирана и Азербайджана – это армянский сюник. То есть, попытка аннексии армянского сюника. Куда будет бить Иран? Скорее всего, в сторону Нахчевана. Но ареал, театр военных действий – это территория Армении и Нахчевана. Теперь смотрите, что у нас получается. У нас получается, что Азербайджан сталкивается с Ираном. То есть, Израиль будет воевать с Ираном руками азербайджанцев на территории Армении. Понимаете? Вся суть того, что происходит. А Азербайджан сейчас не то, что ничего не решает. Конечно, что это решает, но основные решения принимаются не им. И да, пусть никто не сомневается, в случае эскалации, военной эскалации, Иран, не задумываясь, ударит по территории Азербайджана. Но боевые действия, не паслись на землю, они будут разворачиваться с Сюникой и Нахчеван. Скорее всего, сначала Нахчеван, потом Сюник. Потому что, если Иран входит на Афчеван, тогда сама идея Сюникского коридора, который пробивает Азербайджан, она просто теряет актуальность. А где мы? А мы не где мы. Говорим, что жить мирно – это лучше, чем воевать. Конечно. Но если ты не готовишься к войне, то ты ее точно получишь. Арман Владимирович, большое вам спасибо за интересное интервью. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова